Сегодня тема нашего эфира «День веселых и находчивых». Челябинские юмористы вновь зажгли на федеральном канале. Очередная команда КВН вырвалась в высшую лигу. Челябинцы продолжают прославлять наш регион. Итак, какие же команды вырвались, какие же команды были вот в этом числе? Например, под названием «Сборная Челябинска и Маджелинска», также «Сода» и теперь «Театр Уральского Зрителя». Вот такой вот послужной список нашего следующего гостя, который у нас уже здесь есть. Да, он играл во всех этих трех командах. У нас в студии Данил Саламатов, участник команды КВН «Театр Уральского Зрителя». Командой, которая вырвалась в высшую лигу КВН. Данил, доброе утро! Доброе утро! Мы тебя поздравляем с профессиональным твоим праздником. Привет, спасибо. Со скольки лет ты играешь в КВН? С 14 лет. Почему? И уже почти 14 лет. И быстро почитали. Ты уже такой взрослый. Как это пришло в твою жизнь? Да я не знаю, мы же все в России живем, пришлось как-то выживать. А я-то еще в маленьком городке родился, который называется «Иманджелинск». И там вообще без юмора тяжело. У нас проверяли вторую обувь на входе и юмор. То есть, если ты не сказал шутку, все, ты уже не попадаешь. А ты говоришь, что он будет без шуток, Витя. Первая шутка. КВН-очка. Дай юмор. Ну и расскажи, как же тебе помогает юмор все-таки в жизни? Мы сегодня задаем такой вопрос и телезрителям, и ты нам все-таки дай первый ответ. Так, ну, однажды я оформил на юмор кредит. Так я должен был говорить, да. Отлично. Вот что еще, ну, помог мне как-то больной палец вылечить юмор, да. Ты смеялся на палец, сломал палец, начал на него смеяться, он прям выпрямился на глазах. Да, и есть такая шутка. Ну, давай, а есть вот серьезная какая-то история, действительно, где тебя юмор спас? Да нет, нет такой истории, мы же всегда с юмором. То есть, утром встал, пошутил, пошел зубы почистил, пошутил. А вот бывает такое, что вот не идет юмор, что вообще нужно сделать, чтобы вдохновиться, чтобы вот шли вот эти шутки? Ну, у всех по-разному. Но для меня лично нужно очень много читать, да, неожиданно. Быть максимально там в курсе новостей, потому что шутка всегда создается из какого-то повода. Вот, у нас сейчас интернет просто какой-то повод, сразу куча мемов, и вот тебе нужно в этом потоке чего-то найти. Но в целом, это же работа, это же работа. Это ваша команда, да? Это ты? Боже мой, на первом. Да, 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 вот это Александр Васильевич, Дмитрий Нагиев, Юр Гусман. Скажи, пожалуйста, а что вообще, вот как ты считаешь, помогло вашей команде реально выйти в высшую лигу? Самая главная фишка, так скажем. По мне же не скажешь, что сразу шутки. Нет, нет, ты очень серьезный человек, мы же видим. У нас была интересная идея, просто концептуальная, как театр уральского зрителя, такого еще не было. И вот пока в КВН идет битва концептов. То есть у нас есть там цирк, есть полиция, есть система ФСИН. Обычные КВНчики уже в КВН не играют. И мне кажется, скоро будет... Ну, у нас был уже сборный факультета журналистики, но они не позиционируют себя как журналисты. Ну, мне кажется, скоро будет сборная нашего утра. Отлично, мне кажется, впишется, да? Посмотри-ка, как он готов тренировать нашу команду. Хорошо. А какие планы у тебя вообще на будущее? То есть ты уже засветился все-таки на Первом канале, что дальше ты собираешься делать? И как тебе это самое главное помогло здесь у нас, в Челябинске? Ну, просто премьер-лига – это не высшая лига, высшая лига – это прям уже так хэ-хэй. А нам туда нужно прям еще прям хорошо залететь и отлично выступить. А там дальше уже творчество как будет развиваться, потому что мы бы хотели, конечно, остаться вот своей командой, что-то делать вот в рамках вот этого коллектива, а-ля там «Уральские пельмени», только вот театр уральского зрителя. Вы будете перемещаться все вместе туда или здесь все-таки останетесь? Это личный вопрос. Мы же реквизитная команда, мы можем построить поезд, самолет из ДВП и полететь, в принципе, да. А можем вернуться обратно, можем построить свой театр здесь. Есть такой замечательный коллектив, называется «Театр абсурда воробушек». Вот, у них есть такой прикол, они дают свои концерты в 7 утра. Вот как раз сейчас мы собираемся. Не жаворночек, а воробушек. Воробушек, да. Ну ладно. Здорово, здорово. Спасибо большое, Данил. Да, мы тебе желаем все-таки профессионального роста, чтобы ты не останавливался, ты дальше рост, чтобы ты каждое утро просыпался и два листа шуток прям вот написал. Да, тут у меня прям совсем грустно, мне кажется, стало после разговора со мной. Или я его зомбирую просто. Просто, понимаешь, тебе 28, да? Да. А мне 36. А, да? Поэтому я смотрю на тебя, завидую, мне плохо, и я погрустнел. Веди одна передачу, я пошел. Вместе мы отмечаем сегодня День веселых и находчивых. Спасибо огромное. Мы говорим за интересную беседу нашему гостю. У нас сегодня в гостях был Данил Саламатов, участник команды КВН «Театр уральского зрителя». Которая из премьер-лиги вышла в высшую лигу КВН. Молодец.